большинство людей боятся выделиться из толпы быть белыми воронами но есть люди у которых нет выбора например это люди с кожей сильно отличающиеся от других таким людям в обществе всегда будет приковано внимание они всегда будут терпеть насмешки но прорвавшись сквозь непонимание и издевательства большинство из них смогли стать счастливыми и даже сделать карьеру в модельном бизнесе сегодня вы увидите 10 людей самые необычные кожей если у вас очень необычная кожа и вы неизбежно будете привлекать внимание то у вас отличная возможность пойти в модели особенно если при этом вы не обделены красотой и формами как худея diop уроженка сенегала считается самой темнокожей моделью цвет ее кожи имеет глянцево-черный оттенок и кажется искусственно окрашенным пример худеи вдохновляет всю жизнь она терпела издевательства и грубые шутки окружающих но в 17 лет она начала работать с группой the color girls которая пропагандирует любовь к себе и худея начала набирать популярность благодаря своим удивительным фотографиям в инстаграме где теперь у нее уже более полумиллиона подписчиков сейчас худе 21 год она вышла замуж за француза и более чем счастлива если вам повезло быть не такими как все никогда не меняйтесь говорит модель конничью родилась в гонконге будучи четвертым ребенком в китайской семье она была единственной кто родился с альбинизмом что поразило всех в округе затем кони и ее семья переехали в швецию потому что кожа кони и не выдерживала такого количества ультрафиолета там она выросла изучая искусство и журналистику в возрасте 24 лет она начала свою карьеру в модельном бизнесе работая с французским дизайнером жаном полем готи который стал работать с ней несмотря на запретную для моделей особенность косоглазие теперь кони совмещает модельную деятельность со своей певческой карьерой как джазовая певица ее приглашают выступать на крупных мероприятиях и в джаз-клубах и наверняка многие делают это для привлечения гостей таким необычным медийным лицом удивительное сочетание азиатской и альбиносской внешности люди склонны связывать веснушки с белыми но изредка они встречаются в каждой расе яркий пример этого с выдающимся оттенком кожи и натуральными волосами никея феникс американская модель участвовавшая в рекламных компаниях кока-кола и таргет была замечена представителем модельного агентства когда покупала кофе и рогалики и хотя ее жизнь изменилась в тот момент ее проблемы остались прежними она говорит что в школе с ней обращались как с иностранцем я была высокой и худой с красноватыми волосами и пятнами на лице у чернокожих нет веснушек или ты ведешь себя как белая девочка вот самые частые фразы которые я слышал от одноклассников но она нашла в себе силы подумать чтобы сделали мартин лютер кинг или ганди и она решила нести свою внешность как достоинство а не как изъян когда винни харлоу было четыре года на ее животе появилось таинственное белое пятно с диагнозом витилиго нарушение на кожных покровах она наблюдала как похожие пятна распространились по всему телу в течение следующих несколько лет в том числе на руках коленях и лице из-за своей внешности она неоднократно меняла школы и даже задумывалась о самоубийстве но однажды ее поразительная внешность привлекла внимание тайры бэнкс которая обнаружила ее в инстаграм и пригласила ее принять участие в двадцать первом сезоне американской топ-модели где она заняла пятое место сейчас она является действующим послом бренда в барселоне бренда повседневной одежды the sequel наряду с бразильской супермоделью адрианой лима недаром говорят что самые красивые девушки живут в россии даже статус самой красивой девушки альбиноса также принадлежит девушки из россии насти житковой молодая девушка закончила юридический факультет но все-таки основная ее деятельность работа моделью причем не только в россии настя обожает восточную культуру и часто снимается для японских брендов также настя поет ее творчество можно послушать на ее youtube канале в подростковом возрасте настя всячески скрывала свою внешность красила волосы и ресницы в темный цвет но потом настя поняла что это ее изюминка и стала по-настоящему успешно из минусов модель выделяет лишь то что она может обгореть на солнце даже зимой слишком уж чувствительно кожа у альбиносов но себя жидкого описывает так я человек огонек когда загораюсь горю так ярко что потушить это не может никто и не что кто-то считает веснушки милыми а кого-то они отторгают и все привыкли видеть их на рыжих и светловолосых людях но теперь взгляните на хамада джамана безумно востребованный парень в модельном бизнесе его лицо а также шеи и плечи покрыта невероятным количеством веснушек кажется что больше их просто бы не влезла при этом у него темные волосы а сам он мулат вкупе с тем что у хамада шикарные параметры спортивное телосложение и огромное количество артистизма дорога в модельный бизнес была ему заказано хамад гордится своей внешностью следит за модой и трендами любит рэп и его снимки действительно выглядят как обложка нового альбома какого-нибудь рэпера кажется что человек которому принадлежит рекорд гиннеса как самому татуированному человеку в мире должен быть скандинавом жестким и аморальным но это далеко не так американка джулия гнусе прославилась по неволе и до 30 с небольшим лет у нее не было татуировок и она не собиралась их делать но врачи обнаружили у нее редкое заболевание порфирия организм перестал вырабатывать гемоглобин из-за чего кожа становится невероятно чувствительной и покрывается множественными язвами и шрамами джулия не знала как ей быть и ей посоветовали полностью покрыть свое тело цветными татуировками чтобы скрыть следы болезни на коже что она сделала джулия стала для многих настоящим примером того как можно улыбаться глядя болезни прямо в лицо гнусе сделала более 400 татуировок и смогла счастливо прожить более 60 лет к сожалению она скончалась в 2016 году на 62 году жизни есть и те кто поражает своей кожей и делает карьеру в модельном бизнесе и среди детей 9-летняя ава кларк это афроамериканка альбинос удивительное сочетание в четыре года а вы начала слепнуть но врачам удалось спасти ее зрение и сейчас она всех поражает своими зелено-голубыми глазами все это очень необычно учитывая что ее родители обычные кареглазы афроамериканцы несмотря на то что а во рекламирует бренд за брендом она успевает много читать заниматься гимнастикой и гулять с друзьями остается немного подождать чтобы увидеть насколько прекрасно она будет выглядеть уже взрослой в борьбе за самый темный цвет кожи с худею идиоб может посоревноваться лишь ниаким гатвич уроженка судана проживающие в сша и строящие карьеру модели она очень напоминает на уме кэмпбелл но тена кожи еще темнее за что ее прозвали королева тьмы недавно в сша с моделью с черно-матовой кожей был скандал ниаким ехала в такси на очередные съемки и когда в конце поездки она протянула деньги водителю тот ответил ей оставь себе может хоть немного сможешь отбелить кожу но такие фразы никак не задевают гатвич она лишь посмеялась в ответ мой шоколадный цвет кожи совершенен как и моя нация вот что значит гордиться своим происхождением и в конце расскажем про еще одного человека с болезнью витилиго британца башира азиза во многом благодаря ему модели с витилиго сейчас даже стали неким трендом в мире моды башир темнокожий но на его лице и теле повсюду раскиданы белые пятна даже на черных волосах красуется большое белое пятно сам башир никогда не комплексовал из-за своей особенности а наоборот шутя называл себя зеброй как-то башир дал интервью авторитетному изданию где сказал очень важные слова в детстве мне было очень трудно потому что люди всегда пренебрежительно косились на меня но однажды я понял что человек должен принять себя и быть счастлив я полюбил свои пятна и всегда отвечаю улыбкой на взгляду людей красота должна быть естественной поэтому просто полюбите себя и будьте увереннее пусть любая злоба станет топливом для огня внутри вас не забудьте поставить лайк если понравилось видео на сегодня все а а